Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Аннексия Киликийского хатая в официальных архивах. Послание о Нью-Джерше, признавшего Арцах Азербайджана турецкой паре. Омбудсмен Республики Армения Арман Татуянт представил актуальные вопросы возвращения армянских пленных Дунием Ятович. Спектакль режиссера Нанора Петросяна поставлен по произведению Ваана Токеяны. Турция использует детей в экспансионистских целях. Проект витриной электростанции поставит под угрозу историческое здание Западной Армении. Серж Танкянт призывает УЕФА отменить матч Евро-2020 в Баку, пока не будут освобождены армянские пленные. Кинофестиваль «Воскетиян» в 2021 году пройдет в октябре. Штат Хатай, образованный 2 сентября 1938 года после проглашения независимости Искендерун Санджак, присоединился к Турции 29 июня 1939 года решением Национального собрания штата Хатай, состоящего из 40 членов. В связи с этими усилиями Керпентер Гюрбей и Максюн Игюль написал статью, содержащую акривные документы об этом историческом процессе. Хотя османско-французские отношения были частично разорваны во время непродолжительного правления юнионистов с 1908 по 1918 годы, кемалисты начали возрождаться после прихода к власти в 1919 году. Французы, оставив все оккупированные ими территории в Западной Армении, конкретнее Юго-Восточной Анатолии, кемалистам, с участком и имуществом предпочли заключить с ними соглашение. При этом они не приняли во внимание права курдов или обещания, данные армянам. В то время, как Алиев заявляет, что он решил проблему Арцаха путем агрессии, Сенат 10-го штата США Нью-Джерси принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах два дня назад. Это открытое и прямое послание Азербайджана турецкой паре, как и первая агрессия Азербайджана, развязанная против народа Арцаха в 1994 году. Проблема Арцаха не решается с момента победы армянской стороны, ставшей логическим завершением, и после войны, спровоцированной 2020 года. Она не решена по той простой причине, что не признана основа конфликта, про разглашенное народом Арцаха право на самоопределение. Поэтому, по крайней мере, для обеспечения послевоенной стабильности, официальный Баку должен начать сотрудничество между странами региона и открыть коммуникации, не при условии признания своей территориальной целостности, а должен прислушаться к призывам к политическому и фундаментальному регулированию арцахского конфликта. Защитник прав человека Арман Татуян встретился в Страсбурге с комиссаром Совета Европы по правам человека Дунией Меатович. Как сообщили новости армении news.am, в офисе омбудсмена защитник представил уполномоченному срочность немедленного возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, представив факты того, что азербайджанская сторона удерживает заключенных в грубейшем нарушении международных требований в области прав человека. Арман Татуян представил грубые нарушения прав жителей приграничили республики Армении азербайджанскими военнослужащими, а также результаты разведывательной работы в Сюнеке и Гигархунике. Напомним, правительство Западной Армении стремится к немедленному решению вопроса о поднятии армянских пленных во всех международных инстанциях. Режиссер Нанор Петросян поставил одно из произведений Ваана Токиана на западноармянском языке, адаптированной для наших дней, с его живописным и спецнавым стилем. Все актеры, создавшие разных персонажей, – дети Западной Армении, предки которых мегрировали и поселились в разных частях света после геноцида. Каждый из них представляет эмоции и чувства, присущие их внутреннему миру, которые сочетаются с изображением. Госдеп США сегодня утром включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат. Это связано с поддержкой анкорой так называемой дивизии султана Мурада, которая использует юных бойцов с промытыми мозгами в своих целях в Сирии и в Ливии. Следует отметить, что Турция – первая страна, член НАТО, включенная в этот список. Она открыто сотрудничает с террористическими организациями. А во время Второй Арцахской войны в 2020 году использовала террористов против Арцаха и Армении. Отчет о ВОЗ был принят в рамках проекта «Ветряная электростанция», охватывающая районы Дерик, Маздак и Кизил-Тепе в провинции Мардин в Западной Армении. Установленные в рамках проекта «Ветряные турбины» будут угрожать исторической римской крепости Рабат и историческому водопаду ГАП. Всего планируется установить 50 ветряных турбин, 37 в Дерике, 9 в Маздаке и 4 в Кезил-Тепе. Проект окажет негативное влияние на сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и пастбища. 46 из 50 территорий, на которых планируется реализовать проект, состоят из пастбищ и лесных массивов. Статус четырех территорий пока неизвестен. Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду, проект также окажет негативное влияние на ботанический сад водопада ГАП, один из самых важных туристических центров в Дерике. Одно из самых охраняемых территорий в соответствии с законом о национальных парках и существенно повлияет на оливковые рощи. Планируется установить 6 турбин на расстоянии 700 метров от водопада. Серж Танкян призывает УЕФА отменить матч Евро-2020 в Баку, пока не будут освобождены армянские пленные. Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян на своей странице в Facebook призвал подписать петицию на change.org, чтобы УЕФА потребовал безоговорочного освобождения незаконно удерживаемых армянских пленных в Азербайджане и отозвал право Баку принимать гостей 3 июля, если он откажется это сделать. Нельзя допустить, чтобы Азербайджан совершал военные преступления, а затем проводил международные мероприятия, будто ничего не произошло. Стадион, на котором пройдет четвертьфинал Евро-2020, находится недалеко от позорного российского парка трофеев, где выставлены каски погибших армянских солдат и российские карикатуры на армян, пишет Танкян на своей странице в Facebook. Желающие поддержать данное требование и подписать петицию могут перейти по следующей ссылке. Ереванский международный кинофестиваль «Воскетирян» пройдет с 3 по 10 октября сего года. Об этом Армен Пресс сообщила руководитель пресс-службы фестиваля Роза Грикориан, что международный кинофестиваль «Воскетирян» является одним из крупнейших культурных событий, проходящих в Ереване. Он был основан в 2004 году Фондом развития кино «Воскетирян» и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями фестиваля «Воскетирян» являются кинорерисер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбульцян и Сусанна Арутюнян. А далее для вас Акунг-ансамбль «Хойнаре». Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.